Приветствую вас! Я предлагаю рассмотреть ситуацию в двух основных моментах, в двух основных аспектах. Первый аспект касается, соответственно, акустика артикуляционного значения. То есть то, что ваш молодой человек говорил изначально вам о том, что он скучает, и теперь он говорит о том, что, значит, теперь он уверяет, что это не так. То есть как получилось? Он сказал вам, что скучает, а теперь он уверяет вас, что это не так. То есть ключевое слово здесь теперь. То есть что есть для вас этот теперь? То есть сколько времени, собственно говоря, произошло за это теперь? Что вы вкладываете, по сути дела, в это слово. Потому что теперь для каждого человека оно как бы свое на самом деле. И не очень понятно, сколько времени прошло. Если, например, грубо говоря, прошло два-три дня, и человек говорит вам, что этого не было, то это одно, и это плохо. Потому что человек, получается, отказывается сам от своих слов. И если он отказывается сам от своих слов, то, простите, такому человеку нельзя доверять. Сразу такому человеку нельзя доверять. То и отношения, к сожалению, выстраивать с ним так же нельзя. Но здесь важно, конечно, время, временной период, причем время не в понимании протяженности. то есть делать и даже не в том, да, один, два, там, три дня, четыре, может быть даже месяц, или больше-меньше, это не столь важно. Важно скорее другое. Время здесь понимается, Время здесь понимается, как отрезок, наполненный рядом с событием. То есть насколько была насыщенной жизнь вашего молодого человека за тот период, что он, например, поменял свое мнение относительно вот данной ситуации. Вот это, пожалуй, самое главное здесь. Теперь дальше. Значит, если молодой человек вас обманул, то есть если он вас обманывает и откровенно отказывается от своих слов, которые он же сам и вам как бы предъявил, то получается, что молодому человеку нельзя доверять, и если такое не в первый раз, то, к сожалению, может говорить о том, что этот человек, ну, просто-напросто ненадежит. Если это в первый раз, то, в принципе, его можно простить, в принципе, его можно понять. Тем более ситуация такова, что встретил свою бывшую девушку, с которой у него, может быть, получилось тяжелое расставание, и там вполне мог быть как бы аффективный след, аффективное состояние, и человек, то есть речь идет о мужчине, мог просто не понимать того, что он здесь делает. Тут на него могли нахлынуть чувства, но про чувства мы поговорим чуть-чуть позже. А пока я скажу вам вот так, что значит, на первый раз, если такое первый раз, то простить его можно, конечно. Но если уже раньше, какое-то время назад, вы замечали за ним подобную реакцию, если вы замечали за ним подобное поведение, то вот тогда прощать его, принимать его или нет, решать только вам. я здесь ничего говорить вам, наверное, не имею права, просто потому, что это целиком и полностью ваша ответственность. Хотите, принимайте человека, если нет желания, то, соответственно, не принимать. и это то, что касается слов значит, мужчин. Теперь поговорим о том, что же произошло на уровне эмоций, на уровне чувств. Дело в том, что, как я уже сказал, мужчина мог находиться в состоянии достаточно сильного эмоционального не шока, а аффекта. То есть он мог не осознавать того, что чувствует, того, что говорит, и соответственно по этой причине мог действительно верить в то, он действительно может верить в то, что не говорил вам такого. И тогда вам ничего не будет оставаться, кроме как ему поверить. Поверить в то, что слова его действительно такие, какие они есть. Значит, а отношает ли это, и как вам относиться к тому, что молодой человек сказал, что скучает по-бывшему? Значит, ну, давайте отталкиваться от того, наверное, что молодой человек с вами сейчас, на данный момент. И вот это самое-самое главное, что он с вами. Если он с вами, значит, вы его будете, кроме того, если он говорит, что этого не было, значит, он дорожит вами, и не хочет уходить к той своей бывшей девочке, какой бы она ни была для него. Тогда его поведение можно рассматривать как неоконченное желание, неоконченное действие на эмоциональном уровне по отношению к бывшей девушке, и это не имеет ничего общего, ни с любовью, ни с симпатией, это просто неоконченное действие со стороны молодого человека. То есть было расставание, у него расставание было тяжелое, и Лармон, он до сих пор переживает об этом. Ну, то есть, именно обида какая-то, она осталась. И если это так, то тогда молодому человеку просто нужно время, чтобы привести свои мысли в порядок, чтобы как-то свыкнуться с мыслью о том, что та, например, та, кого он привык считать своей, и кто была ему когда-то дорога, теперь таковой не является, и соответственно он живет дальше. То есть вам вот это вот для себя нужно понять, что молодой человек встретил не какого-то чужого человека, молодой человек встретил по сути дела человек, который для него когда-то был очень и очень дорогим. И соответственно так просто ну например там выбросить из головы или спокойно относиться к нему он не может никак. Но придет время, человек поймет, что это просто по памяти, то есть это память чувств, чувственный след, точнее я бы сказал даже аффективный след. Это пройдет, человек поймет, что его бывшая девочка для него уже по сути это дело никто и перестанет как-то действительно не вспоминать. Вам здесь не нужно устрашивать каких-то сильных сцен, вам здесь не нужно устраивать здесь скандалов молодому человеку, дабы не напоминать ему лишний раз о ней, а наоборот постараться помочь ему побыстрее забыть, отвлечь на вас на какие-то другие вещи связанные с вами, то есть напомнить ему, что вы здесь и сейчас с ним, а она ее не было и скорее всего ее и не будет. Вот это то, что вам желательно сделать. Именно так я и предлагаю вам относиться к тому, что произошло. Если конечно вы хотите сохранить отношения со своим молодым человеком. Если конечно вы хотите сохранить ваш пар. пар. Вот так я думаю можно ответить вам на вопрос. Надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.